Проект регионального бюджета на следующий год это 16 тысяч страниц машинописного текста. По плану в 2019 доходы областной казны превысят 58 миллиардов рублей. Расходы будут больше 60 миллиардов, дефицит 2 миллиарда. Основная часть расходов в социальная сфера на образование, медицину и разные меры поддержки населения область собирается потратить больше 40 миллиардов рублей. В Белом доме рассчитывают на участие в трех десятках госпрограмм и 12 нацпроектов в области здравоохранения, демографии, спорта, культуры и экологии. Результатом должно стать улучшение качества жизни населения. Главной целью станет не освоение бюджетных средств, вот это должны теперь все понимать, а достижение установленных в соглашениях с профильными федеральными ведомствами целевых показателей. Достижение этих показателей должно сопровождаться улучшением, главной целью вообще для чего эти нацпроекты, улучшением качества жизни населения, доступностью и качеством, оказываемых областными и муниципальными структурами общественно значимых услуг. Отдельными строками в бюджете прописано повышение реальных доходов населения. Власти гарантируют, что майские указы президента по росту зарплат бюджетников будут выполнены в полном объеме. Работники бюджетной сферы, попадающие под действие этого указа, должны быть уверены в том, что никаких изменений в этом плане не произойдет. Рост их заработной платы, средней заработной платы будет коррелироваться и зависеть и расти вместе со средним доходом от трудовой деятельности на территории региона. Сохранены все социальные выплаты граждан с учетом их индексации с 1 января 2019 года на уровень, опережающий инфляцию. Расходы муниципалитетов, финансирование муниципалитетов в бюджете на 2019 год увеличиваются. Соблюдены все требования указов президента и майские указы 2012 года и последнего программного указа. Значительные финансовые потоки будут направлены в медицину. 11 поликлиник ждет капитальный ремонт, а на базе областной клинической больницы и областной детской больницы наконец-то появятся вертолетные площадки для экстренной госпитализации пациентов из районов. Переоснащение ждет сосудистые центры региона и областной онкодиспансер. Всего на региональное здравоохранение с учетом денег фонда ОМС запланировано 22 миллиарда рублей. И возможно эти цифры не окончательные. Думаю, что многие статьи изменятся в сторону увеличения. Тем не менее уже в таком виде, в котором сейчас бюджет существует, он довольно неплох. Запланировано увеличение собственных доходов, налоговых и неналоговых. Это позволит соответственно и увеличить расходы. Еще одна весомая статья расходов образования. На него в 2019-м планируют потратить больше 15 миллиардов рублей. В частности, на эти деньги в регионе собираются построить 4 школы и 2 детских сада. В следующем году должна открыть двери школы на 1100 мест в Собинке. Новые школы будут строить в Камешково, в деревне Купреево и во Владимире в микрорайоне Комунар. Не просто коробок этих школ, а задача такая, чтобы на первом этапе значительно сократить число обучащихся во второй смене, а в целом выйти на односменную учебу всех наших детей на всей территории Владимирской области. Бюджетные деньги будут выделены и на строительство жилья, ремонт дорог, поддержку многодетных семей и детей-сирот. Утвердить озвученные на публичных слушаниях показатели предстоит депутатам ЗАГСобрания. Областной парламент должен рассмотреть проект бюджета 2019 в первом чтении на следующей неделе.